всем привет ребят добрый вечер у кого-то добрые ночи возможно в любом случае всем добра и удачи но сегодняшний день немножко поменял направление немножко то есть в итоге он закончился плюс там 105 что ли плюс 105 то есть было несколько сделок один стоп на золоте и стопы два тейка на нефти сейчас посмотрим разберем но сразу видим перед нами картинка старшего фрейма на золоте ниндзя конечно опять со смещением показывает нам сделки да вот поэтому не трудно понять на самом деле вот они здесь со смещением а там на нефти нормально то есть но понятию невозможно поэтому я приношу ссоре за может быть в это возможное неудобство но мы сейчас посмотрим все разберем все будет понятно логично что откуда чего ну то есть вот есть у нас такое накопление было на золотишки да и потом из него движение такой выхода это было еще вчера и мы здесь получили точнее не моя получили вот здесь вот в очень шикарном месте по идее да который был приличный движ тиков на 30 получили стопать там ну практически тик тик и потом цена сходила на цели а сегодня то есть но вот этот движ мы видели потом мы пришли на вот этот уровень оттолкнулись все это в начиная она происходила так я понимаю да вот здесь еще объемчик поднабрали и снова сюда пришли зашли поглубже да как будто тот локальный уровень и рила или и ну во первых здесь уперлись в трендовый такой уровень да вот во вторых и так полом по полагаю что где-то в этом районе таскать находился пока все у всех этой штуки ну поэтому там больших особо цели от быть отсюда не было но воскок был там вероятен вполне но там первые первые так сказать этот самый тейк там наверно в районе 15 был тиков там цели вот ну вот сюда да то есть трендовый уровень вот это думаю что так полагал что так сюда придем вот и отсюда уже свалимся вот кроме того здесь вот накидали до накидали фланговые объемчики и на их тесте как раз вот вот здесь вот до стали вот они сюда двинули и потом пошли вниз на пятиминутки сейчас посмотрим посмотрим ну вот то есть младший младший фрейм младший фрейм младший фрейм то есть накопление вот это да какой-то там бог этого всего здесь накопление локальные вот этот уровень как тогда у нас проходил с пришли по купюры сначала ходить сюда зашли вот вовнутрь диапазон того тут как-то так потом вроде опять да подались на тик там повыше зашли точка входа была ну и вот тут моменте не давали на 10 10 наверно тик давали там но до цели не дошли и вам в обратку стали проваливаться ну и соответственно признал признал свою ошибку да стоп забрали поэтому вот по золоту дам по золоту минус 10 по евро сделать не было сегодня и сейчас посмотрим нефть нет но нет же помним да там относительно старшего фрейма той же гневки мы помним что в принципе там шартовые абсолютно у нас situation да то есть повышающиеся пики потом пошли понижающийся уровень да вот этот который пытались мы прошить пиками ничего из этого не вышло да и мы начинаем сваливаться поэтому тут как бы вот ну вчерашний день тоже закрылся шартова ну и как бы с утра небольшое отжатие ждали и так сказать потом продолжение шартов поэтому там свисту пляска вся от шарта ну и на меньшем фрейме да то есть мы видим вот видим до что но я поставил 10 стрелочки совпадение с с маркерами цены сознание смещены немного да но мы видим что она в совпадении поэтому просто их уберу чтобы не мешались вот так ну и картиночка то тут она чё шартовая с утра мы пытаемся показать ланге приходим до трендовая трендовый уровень 5 минутки мы сюда пришли пытаем пытаемся от него отжаться упираемся в эту проторговку спускаемся да потом еще попытка там пройти ее опять не удается еще одна попытка не удается еще она попытка не удается и видно что до начинаем отваливаться заходим заходим вот в эту зону лангу до максимальные вот эти объемы которые на старшем фрейме видно то есть мы их заходим проходим сюда тестим вот эти вот последние нижние там ланги пытаемся отжаться упираемся в зеркало вот в это да упираемся в это зеркало в общем прохода нет нет прохода ну и дальше вот это вот да как бы вот это вот и из нее начинаем вываливаться сюда шартова ну и собственно захожу шортом стоп поставил за объемы за вот эти вот да 8 тик ну и собственно отстопило практически тик в тик там за носом в один тик как всегда но и вижу даже вижу что зашли повыше и так сказать этот пок про торговки вот это да из которой вываливались вниз то есть ее его тест этого пока и свал вниз и здесь был вход ну конечно здесь вот выход он как-то преждевременным оказался но там реально что-то засуетился просто что-то еще по параллельно делал отвлекся но не видел этого момента то есть если бы наблюдал то ну естественно там тик был бы передвинут да ну в общем отработала атм как отработала там как она приходит в позицию выставлены было там цель до 15 ночи учитывая стоп тут золото стоп в общем 15 забрал и все а хотя движение смотрите какой да великолепнейшие движения вниз все ну вот но еще тут снизу от ланга откусили сегодня усилия от ланга тут вот тоже я пометил сейчас покажу что чтобы не было вопросов что это реальная сделка кстати говоря здесь смещение уже нет то есть вот я не понимаю как по какому принципу нельзя так сказать отсюда наверху сделка там маркер цены уехал непонятно куда здесь как бы все это самое нормально в норме вот да то есть ну ребята значит просто берем часовик до старший чтобы там было зеркало часовика на нефти зеркалочка была вот это вот мы сюда пришли от нее оттолкнулись тут зазор очень приличный но до сюда хоть как минимум она вполне так сказать от этого вероятно смотрится объемы тут при провале вылезли у нас даже начать сюда вот поэтому просто там сигнатчик был вот и собственно зашел там сигнатчик совсем по младшему фрейму но фактически это минутка можно сказать он там немножко поле просто просто более плотно рисует эти все вещи и на минутке нога это размазано здесь хорошо видно поэтому диапазон грубо говоря да вот у этот уровень диапазона нижняя граница его здесь какой-то вот такой движ раз раз да потом сюда вот такая короче такой ложняк v-образный немного он такой неровный кривой но важно сюда зашли как бы тест нижней границы вход стоп сюда да ну и тейк как бы грубо говоря вот основание вот это вода вот она тик может лучше этого основания воли по моему он еще прекрасным образом уместился в 3 такой 15 пиковый ну и собственно вот и все то есть у нас получается вот то есть вот у нас получается раз два три 4 сделки сегодня 4 трейда 1 стоп на нефти потом тейк на нефти стоп на золоте да вот это 10 и еще один тейк на нефть то есть но в ниндзи это вот 115 а в м аир трейде и трейдере там 105 ну вот и трейдер ну да 105 105 то есть 120 ну соответственно комиссия 4 сделки там до минус комиссии вот ну чисто не 105 торговли одним конем сегодня торговли одним конем то есть вчера еще говорил об этом да что сегодняшнего дня один конь завтра соответственно тоже один конь ну а дальше там посмотрим то есть как она будет тенденция какая куда начнем выгребаться там я не знаю баков 600 на скребем вот так да одним конем можно будет перейти на два тогда то есть по крайней мере отыграем от объем там те 400 500 долларов до которые вот последние там были просадка тогда можно будет посмотреть добавить там коня одного так пока одним конем мы вот собственно так это выглядит на ниндзя в статистике единственный момент это помним что у нас перезагрузка была там до ниндзя что-то у меня глючило там предыдущие дни еще два они были вот такие там 470 долларов было и 100 там 120 что ли да вот первый день то есть самый первый день был плюсовой 120 долларов второй день был 470 и потом идут раз два три четыре дня минусовых но тенденция мы видим какая да то есть мы стараемся их поджимать то есть первые первые два дня они ровные были 600 потом начинаем поджимать потихонечку здесь это уже вот переход на двух коней то есть те же два стопа но двумя конями позволили искать ну снизить просто убыток возможный теперь мы видим что немножко суда пошли да но хотелось бы очень надеяться что это такой тренд который начался здесь да ну или скажем так это был время временные временная просадка такая вот здесь была да вот и теперь мы ну очень хочется по крайней мере в это вере это первое второе что но на сегодняшний момент на данные на данное время она как бы именно так пока и смотрится ну а там посмотрим ребята что будет дальше кстати благодарю всех за комменты комменты достаточно прилично оживились в последнее время это очень приятно то есть по крайней мере ты понимаешь что мыслят люди вот и вы не бойтесь высказываться ребят на самом деле то есть претензий не то что никаких наоборот я благодарен всем потому что как бы вот среди этого всего и рождаются какие-то мысли и идеи так далее поэтому я благодарен всем кто высказывался кто свой взгляд на вещи высказывал там позиционировал да я внимательно читал это все может быть не всем ответил ну там сказать не обижайтесь шла тут тоже еще какие то есть задерги со стороны поэтому не всегда что-то могу пропускать но всем бесконечно благодарен потому что свежая волна свежая струя на всегда очень полезно и помогает посмотреть критически на себя со стороны на свои действия там ну и взять что-то может быть полезное вот кстати говоря мне например не помню ребят кто из вас писал просите пожалуйста но кто-то написал про начало инициативы вот для меня например этот вопрос он немного размыт то есть инициатива для меня всегда заключалась в резком выходе из локальной проторговки да на каком-то уровне старшего фрейма но вы собственно сами видите что во многих трейдах я именно так и вхожу многие еще там ребята называть это впрыгивание даже типа если впрыгиваешь ну да наверное так как выглядит как впрыг какой-то некий там да но просто я вижу проторговку с основанием и при ее пробое там определенную сторону я пытаюсь запрыгивать вот вот это из ребят написал что нужно дождаться инициативы и даже поставил точку входа но я не понимаю чем отличается инициатива от того же резкого выхода из основания да это локальной проторговки то есть вот вот этот момент был хотелось конечно как-то но более вникнуть у него понять поэтому там ребята пишите может быть в личку там кто кто писал там пообщаться бы на эту тему да мне было бы приятно и очень полезно услышите там мысль человека по этому поводу что он думает при соответственно если какие-то вопросы ко мне я сам с удовольствием поделюсь то есть чем-то да если они есть ну как бы все должно быть на взаимно приятном и назови на приятной взаимно выгодной основе да вот то есть поделили со мной я поделился в ответ то есть как бы проблем нет никаких поэтому всех благодарю ребят всем большое спасибо всем огромное спасибо на 7 на 7 попрощаюсь с вами желаю вам приятного оставшегося вечера хорошо отдохнуть за ночью и к утру так сказать быть в боевой что называется обойме поэтому не пропадайте не переключайтесь у нас здесь интересно наблюдайте комментируйте обогащайтесь возможно для кого-то наверняка это будет полезно но это интересно в любом случае так что всем спасибо всем пока ставьте лайки ставьте дизлайки пишите комменты пока друзья